здравствуйте дамы и господа мы продолжаем наши ролики в данном случае посвященные вот такой теме создания по сути нового учебного пособия хотя безусловно те вещи которые здесь проговариваются они будут конечно актуальны и для лепки торса в целом да ну что отличает нового учебного пособия именно обрубовочные модели торса да но то что будет здесь проговариваться оно конечно достаточно наверное актуально и для лепки торса в целом что же отличает в общем-то лепку торса просто да вот лепки обрубовки именно то что вот на неких финишных стадиях если мы лепим торс вообще мы также задаем конечно планы но мы делаем это с большей пластикой и на финишных стадиях собственно говоря все переломы формы смягчаются даже если они были жестко задано да а может быть они сразу задано очень мягко здесь же в обрубовочной модели как раз все переломы формы должны будут финишной стадии наиболее выявится да то есть мы как бы лепим показывая переломы формы до показывая планы да но сами сами как бы ребра вот этих переломов да они увидите что сейчас еще показаны довольно мягко вот а уже концу работы которые сейчас как раз в общем то сейчас уже как бы наступил да они уже сейчас конечно на той модели которые сейчас гипсе она они показаны более жестко поэтому получается так что мы когда мы должны лепить торс да наш ролик конечно он не предназначен для тех кто хочет просто избегая просто не пользуясь лепкой с натуры да не проходя какие-то базовые азы да хочется раз сразу по этому ролику как по подсказкам научиться лепить нет наш ролик он скорее о том каких-то моментах ключевых на которые можем обращать внимание именно когда мы работаем с натурой в первую очередь вот и собственно я предназначен для тех кто уже освоил предыдущие этапы да это портрет и какие-то более базовые вещи то есть те кто занимает скульптурой там начиная от трех лет наверное достаточно плотно ну или как минимум двух очень плотно так вот получается так что мы работая над торсом с натуры да мы в любом случае должны показывать показывать 6 планов грубо говоря да вот которые сами делятся также на планчики небольшие панчики вот но естественно что вот момент очень важный который связан вообще с показыванием планов и в рисунке также который надо понимать что планы мы показываем не для того чтобы какой-то ритуал такой загадочный воспроизвести за что нас потом кто-то похвалит до понятия планов они призваны помочь нам лучше осознать форму то есть мы хотим показать ту форму который перед собой видим и собственно мы хотим ее даже и начать видеть перед этим да но проблема в том что человек он первое время форму то не видит он как бы вынужден делать вид что все в порядке что он и видит потому что когда человек приходит учиться рисовать ему говорят что ну ты думая о форме да там показывает и что форму не показываешь ты что против форму что ли да на самом деле потом если человек начинает много усиленно рисовать и особенности человек начинает много заниматься скульптурой более-менее как-то то он вдруг постепенно начинает делать открытие что вот кажется только сейчас он начал форме что-то такое понимать что до недавнего времени форму не видел хотя не подозревал об этом потом проходит еще какое-то время человек снова констатирует что нет похоже вот только сейчас он начинает как-то что-то понимать о форме потом проходит еще какое-то время еще раз это констатирует и тогда бесконечности то есть на самом деле мы конечно пытаясь показать форму в наших работах прошу прощения скульптуре мы сталкиваемся с чем с тем что наши преподаватели говорят нам о том что мы форму то показываем достаточно аморфно и затем пытаясь ее показать более актуальным собственно говоря наконец начинаем ее в натуре как-то более-менее немножечко осознавать и получается так что обрубовочная модель торса также как и обрубовочная модель головы и хотелось бы чтобы обрубовочные модели вообще на свете были по всей фигуре было много разных это обрубовочная модель она просто подсказывает нам наиболее характерные моменты связанные с пониманием формы да то есть как вот этот некий универсальный подход когда мы на любую часть тела на портрет на фигуру условно говоря накладываем шесть планов или видеть стараемся в ней шесть планов как в кубики на передний заняты задние два боковых нижний верхний на вот собственно обрубовочная модель нам показывает как и как это применяется вот но здесь есть конечно одна такая существенная именно проблема понимания она связана с тем что первое время первое время человек он форму поскольку не видит то он показывание планов переломов воспринимает как ну некий такой вот ритуал который вот в данной школе или в данном данном направлении до рисунка и скульптуры просто принят да и что ему если он будет те вот ребрышки показывает то ему скажу что молодец на самом деле вот здесь мне кажется мы должны понимать что предназначение предназначение вот этой вот всего этого подхода до архитектоники подходы рассматривающего форму как делящуюся на планы на планы между которыми происходит переломы формы то что он постоянно в общем то проговариваем до в наших разных роликах вот назначение этого подхода это в том чтобы мы реальную ту форму который перед нами лучше просто прочувствовали только только для этого вот и в этой связи конечно надо понимать что для того чтобы это происходило нужно именно стараться форму лучше выявить и как следствие показать перелом они просто в них играть то есть не просто изображать эти ребрышки вот и поэтому конечно же конечно же ну надо стараться как бы занимать достаточно активную позицию в этом плане то есть мне свое время сам этот подход очень претел вот с планами спирил мне казалось что это очень все надумано что форма она круглая и какой-то момент я сказал себе что ну хорошо пусть так пусть все придумано ты придумай свою систему да как как а ты сам как как ты воспринимаешь форму вот и собственно говоря я к этим же планам и пришел в итоге но только за этим уже стало мое собственное восприятие стоять и вот мне кажется все существенно это сразу же конечно планы показывать как бы под наполненные под напряженные что ли то есть понять что они не прямые и собственно говоря и перелом это могут быть очень мягкие то есть часто разница между планом и перелома она в том что ну перелом просто чуть-чуть сильнее изгибается а план тоже изгибается то есть планчики они тоже не прям вот почему я это говорю потому что ну для меня лично эта тема она очень достаточно актуальность такую представляла всегда и когда и мне лично было очень нелегко к этому пониманию прийти и вот эта перестройка хоть я в этих вещах слышал с очень детского возраста да когда отец мне в девять лет когда решили наконец что пора меня учить и готовить куда-то вот то учебное заведение которое сейчас называется махоров да тогда назывался мсхш что пора меня готовить начались вот эти в общем достаточно как мне тогда представлялось не особенно интересные все эти будни до связаны с рисованием натюрмортов но вот третьим по моему заданием отец у меня уже поставил гипсовую голову рисовать ну естественно что я ничего сделать не смог поэтому он там за меня в итоге все исправил но вот об этих планах и переломах я конечно слышал с самого детства но где-то вот с этого периода но на самом деле действительно какое-то осознание она уже пришло в общем-то совершенно институтские годы уже когда именно в строгановке как бы пытаясь осознать именно будучи в ситуации как-то в среде да как бы господство именно строгановского рисунка да и пытаясь как-то что-то осознать я постепенно вот эти вещи как-то показалось начал более менее чувствовать так вот собственно говоря когда ты действительно начинаешь форму более-менее как-то воспринимать да то есть не только ты вот увидел тебе показывают да какие-то рисунки там чужие скульптуры да и ты понимаешь что да здесь действительно выразительно но я то этого не вижу это когда наконец начинаешь это как-то воспринимать конечно это очень большая такая радость и все это очень интересно и здорово то есть как бы она буквально вот это проживание формы до ее осознание но переполняет и этого конечно хочется всем пожелать кто кому это интересно актуально да и с точки зрения скульптуры да ну конечно куда тут в скульптуре без формы так вот получается что если мы говорим что скульптуре мы хотим форму лучше прочувствовать форма она какая она где-то изгибается сильнее где-то меньше вот те места где изгибается меньше мы условно называем планами те где сильнее условно называем перелом и формы но и те и другие они не такие уж жестко геометричные как это показано в обрубовочной модели но почему в обрубовочной модели это утрировано именно для того чтобы эту схему мы увидели потому что если в обрубовке это показывать мягко ну примерно вот так как сейчас вот вы видите да относительно мягко показано а потом она будет более более сильно утрирована если показывать мягко то мы просто эта модель она не будет обрубовочной В то же время планы должны быть поднапряжены. Этот момент, он лично для меня был всегда достаточно существенным в плане осознания. Вот. Конечно, это, наверное, звучит довольно всё сумбурно, поэтому просто остаётся мне пожелать всем эти вещи действительно через практику для себя открыть. Вот. Так что, мне кажется, это интересно, оно того стоит. Итак, что сейчас у нас происходит? У нас происходит уточнение именно форм основных. И вы видите, что мы по всей фигуре как бы путешествуем, нигде сильно надолго не задерживаясь, не пытаясь, конечно, никакое место до конца осознать, как форму до конца взять, а потихоньку-потихоньку двигая всё параллельно. Ну и давайте не будем забывать, да, о чём мы в наших роликах пытаемся всё-таки как-то говорить, что почему важно параллельно работать? Потому что нужно именно весь, всю, на всю нашу работу, да, весь объект, там, фигура или портрет, продвигать весь, да, весь его продвигать. Не какой-то кусочек, да, плюс ещё кусочек, потому что это и трудно, это и не полезно, да, потому что дело не в отдельных каких-то местах, не в отдельных кусочках, не в поверхностях даже, а не в расположении деталей, а в нашем осознании большой формы, вот всё вместе, вот как всего торса целиком. В нашем осознании, в нашем проживании, в нашем ощущении, ну, наверное, не знаю, если какие-то аналогии, то вот композитор, он как бы проживает, когда пишет какое-то произведение, наверное, всё его целиком, а не только там отдельную ноту, берущуюся там каким-то отдельным, отдельным участником оркестра, да, вот вместе, да, можно сказать, что это музыка, да, такая музыка формы, да, вот, и, конечно, мы призваны, нам желательно работать одновременно по всему, по всей работе, почему, потому что мы её всё как бы утрясаем, всё вместе её взаимоутрясаем, да, если кажется, что мы какие-то поверхности отдельные трогаем, но на самом деле в любой момент может всплыть какой-то косяк с точки зрения целого, запросто, и его тогда нужно будет, конечно, сразу исправлять. Так вот, получается, что мы, видите, что мы потихоньку-потихоньку всё уточняем, но мы готовы в любой момент, что что-то откуда-то придётся сильно убирать или наоборот добавлять, вот, ну, и есть вот это как бы внешняя такая более рутинная, что ли, формальная сторона работы, то, что каждый кусок нужно вывести, но именно тут важно не просто заглаживать нам, да, потому что мы начнём просто заглаживать, то мы все формы, скорее всего, потеряем, и они, даже если они уйдут сильно по пропорциям, то они уйдут вот по ощущению, допустим, напряжённости, там, вот, поэтому наша задача не заглаживать, наша задача стараться везде, вернее, взять форму, и как следствие, она, конечно, и выгодится параллельно под это дело. То есть мы, наша забота пропорции движения, да, характер, форма отдельного. Ну, и если будем это уточнять, уточнять, то постепенно поверхность как бы выровняется, а вот механически что-то выглаживать уже можно только в самом конце, когда что-то у нас более-менее взято. Ну, вот видите, что такими как бы разные периоды у нас съёмки, конечно, делалось очень долго эта модель. Ну, не потому что она занимает какое-то огромное количество времени, а просто потому что она так урывками, да, лепилась, и вот видите, что потихоньку она уже более-менее как-то утрясается, да. Сейчас, может быть, будет какой-то более крупный план, вот, и сейчас, конечно, она уже в гипсе отлита, да, и я думаю, что в следующей серии мы, может быть, покажем уже какой-то момент, вот перед отливкой, скорее всего, попадёт. Ну, и её, естественно, предстоит ещё доводить уже в гипсе, да, чтобы плоскости были там ровные, чтобы углы были все читаемые, чтобы ничего при этом не ушло, потому что, видите, какая штука, почему об этом всё время приходится говорить, потому что человеческая фигура, да и портреты, они сложные, да, и, соответственно, много маленьких, как бы, таких частей. Поэтому важно, чтобы всё вместе работало, да, то есть движение было, всё вместе работало большими формами, да, именно не абстрактно, это очень конкретное некое ощущение, что у тебя работает вся вместе форма, вот. Вот. А, конечно, с другой стороны, вот если идти вот какой-то вот, ну, скажем так, естественных человеческих каких-то склонностей, которые возникают, то, конечно, может возникнуть желание там где-то чего-то заполировать, загладить. Вот. Надо этот момент оттягивать как можно позже, чтобы как можно дольше форма утрясалась в общее и отдельных, как бы, частей. Просто загладить, заполировать можно уже в конце. То есть было бы что, да. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот эта наша серия всё ещё называется уточнением основных форм. Вот. Ну, вот вы видите, что сейчас уже так планчики немножко конкретнее стали браться. Смотрим, конечно, на симметрию тоже постоянно мы, такая, в общем, вечная, как бы, проблема, да, и, но поскольку то корпус, грудная гледка, как бы, наклонена, да, вообще всё то ещё находится в контрапосте, то, соответственно, симметрия, она проявляется здесь на уровне тех частей, которые не гнутся, да, то есть, если гнётся средняя часть торса, да, то верхняя часть не гнётся. Поэтому там более-менее симметрия, но с поправкой, конечно, на то, что одна рука, она вытянута вперёд, то есть со стороны спины, там, конечно, лопатка съехавшая должна быть, да, немножко вбок, и, так, вместе с рукой, да, поскольку рука вытянута, и, конечно, конечно же, вот спереди тоже, да, грудная мышца там поднимается, ну, и поскольку контрапоста у нас с одной стороны, касая мышцы живота, она растянута, с другой стороны сжата, да, но, несмотря на это, всё равно наша задача, конечно, смотреть на симметрию, вот, ну, видите, уже какие-то формы, как бы, выводятся, потихоньку уже и поверхности, в смысле, выводятся, да, но надо понимать, что поверхность поверхностью, а, как бы, форму надо уточнять, да, не торопиться, как бы, перескакивать на поверхность, то есть, да, если поверхность где-то поскоблил, сделал ровнее, но надо посмотреть, то есть, не возникли с формой каких-то неприятных моментов, с общей, с большой формой, да, с пропорциями. Поэтому, конечно, неважно, это обрубовка торса, или это просто с живой модель, или с гипсов каких-то торс, ещё тоже других, то постоянно мы должны, вот, отходить, спрашивать себя с расстояния, как это в целом, да, как в целом, как оно в целом работает, да, сколько это дело выразительно, вот, какие основные крупные формы, да, вот, то есть, всё время отрывать свой ум от мелочей, потому что мы привязываемся к отдельным деталюшкам, мы готовы себя переломить, да, там, проявить усердие и так далее, но оно усердие, очень часто такое, именно, вот, усердие просто количественное, то есть, могу вот это вот проработать, да, могу выравнять подставку, да, сделать её там ровной, глянцевой, а нужно, это, это, понятно, это внешняя сторона работы, нужно качественное, как бы, качественное изменение, не количественное, что могу тщательно сделать, а тщательно в хорошем смысле слова, то есть, как это в целом работает, момент очень важный, вот, ну, вот, видите, какие-то, и вот, очень важно, да, пока мы учимся, когда нам говорят такие фразы, как это в целом работает, вот, не дистанцироваться от них, то есть, не говорить, что, ой, ну, что-то такое непонятное, да, это я не знаю, вот, наоборот, именно это надо взращивать, то есть, занимаясь академическими дисциплинами, да, все время решая вопрос, как это в целом работает, мы и, как бы, развиваем качество и чисто художественное, да, то есть, спрашивая себя при лепке с натурой, как это работает в целом именно по пропорциям, да, вот, если сравнить с натурой, то мы формируем у себя привычку и на свои творческие вещи смотреть, как это в целом работает, не с точки зрения, как бы, правильности, да, там, еще чего-то, а именно с точки зрения каких-то тонких художественных ощущений, которые нам, конечно, всем надо развивать, вот, это один момент, да, то есть, почему важно, почему важно все время крутить с разных сторон, чтобы именно формировался восприятие в целом, да, и оно там что-нибудь потом подскажет и так далее, но даже если за этим не гоняться с чисто практической точки зрения, хотя это тоже практическая, но можно еще с более такой, как бы, мелкой какой-то практической, это то, что, ну, не возьмешь ты верно одну деталь, изолирована от всего, ну, это нереально. Хотя регулярно возникают начинающих мыслей, что нет, вот, надо, да, именно этот кусок там, поэтому надо смотреть целиком. Вот, с одной стороны. С другой стороны, когда мы смотрим, мы сравниваем с натурой, что какие-то характерные куски, поэтому характерные крупные куски, они, безусловно, должны быть идентичны, иначе сравнивать будет невозможно, невозможно, неудобно с натурой. Вот. Ну, вы видите, что в профиле, конечно, здесь такая классическая ситуация, то есть, грудная клетка назад немножко наклонена, а таз, наоборот, наклонен немножечко вперед. Вот, да, это как бы такая, вполне себе, в профиль хорошо видно, вот, это сочетание осей, оно здесь нутрировано немножко, да, у человека, оно примерно такое и есть, но только гораздо более сдержанно у человека живого. Вот. С точки зрения симметрии тоже постоянно надо осматриваться, да, мало ли, что, может, что-нибудь куда-нибудь ушло, а мы не заметили, да. Вот, ну, видите, что работа идет преимущественно петлей, да, сейчас ее покажут, но небольшая петелька уже. Относительно, но удобная, конечно. С прямым краем, да, не круглая, такая, скорее, прямоугольная или в форме буквы П, у которой ножки соединены вместе, да. Вот, конечно, но можно, например, было бы выравнивать с таким же успехом взять какой-нибудь, просто любой кусочек металла с прямой грани, или даже дерева. Вот, и можно стеками. Вот, можно там, допустим, лезвие от макетного ножа, если его немножко затупить, чтобы вот не порезаться, да, то вот оно тоже, оно слегка еще гнется, да, оно тоже может тут помогать. Но тут очень важно смотреть именно, чтобы постоянно-постоянно не... Чтобы постоянно мы вот на этих стадиях можем увлечься уже в выравнивание. То есть, мы всю дорогу говорим, что надо сравнивать в целом, но на этих стадиях тоже это важно. То есть, может показаться, что, ну, все, вроде все взяли, теперь вот можно выгодить. Но ничего подобного, потому что тут в этот момент легко все и куда-нибудь уйдет. Вот, поэтому, безусловно, нужно все время отходить, сравнивать с натурой, да, там, показывать преподавателям, там, коллегам каким-то, да, если есть там кто-то. Вот, ну, наш этот ролик подходит к концу, по-моему, там остался материал, но еще один ролик. Скорее всего, может быть, я ошибаюсь на всяком случае, он уже так более-менее, думаю, в следующем ролике, скорее всего, будет уже... уже готовки к формовке, да, может быть, даже доведение уже в гипсе. Вот, ну, что же, дамы и господа, спасибо вам за внимание. Продолжение следует. Вот это мои координаты, это... Сейчас будет... Это мои координаты ВКонтакте, да, и почта. И сейчас будет группа наша, да, внешняя, да. Вот там, кстати, там много полезной информации, да. Там много полезной информации. Вот. А это наш такой проект, не коммерческий, художественное училище онлайн. Прошу любить и жаловать. Спасибо вам за внимание. Всего доброго, дамы и господа, хороших вам скульптур и рисунков, и живописей. До новых встреч.